Добрый день! Я сегодня буду показывать как я обрабатываю горловину косой бейкой, бейкой отрезанной по утку и трикотажной бейкой на трикотаже. Сейчас делаю заготовки, хотела бы один момент вы уточнить, чтобы потом не было вопросов. Вот я заготовку делаю, выкраиваю и сразу обращаю ваше внимание, вдруг кто-то будет забывать этот момент. То есть, если мы намерены обрабатывать косой бейкой, стало быть здесь припусков на шов мы не оставляем, видите, по спинке. То есть мы режем вот так вот, здесь есть шов и здесь естественно будет припуск на шов, а здесь будет косая бейка, поэтому припуска не делаем, не забывайте. А еще я покажу, как я обрабатываю на спинке вот эту вот прорежку тоже бейкой, бейкой косой, бейкой по утку и трикотажной бейкой с оверлоком. Ну и тут, естественно, тоже это была спинка, это был перед. Тоже имейте ввиду, что если мы намерены обрабатывать горловину косой бейкой, то и здесь мы припуска на шов не делаем, но я потом скажу еще раз, когда буду строчить, но на всякий случай имейте ввиду, что я делаю стабилизационный шов обязательно и под косую бейку тоже. Не всегда мне надо, если эта ткань, например, как этот хлопок, не требует того, чтобы проклеивать здесь тоненькой полоской дублерина. Бывает так, что в кружеве приходится, если оно такое очень мягкое, с кордовой ниточкой, но мягкой, я проклеиваю, я уже показывала в видео на фотографиях, здесь проклеиваю тоненькой полоской дублерина, то здесь этого не требуется, но обязательно стабилизационный шов под косую бейку. Ну, в моем случае при таком способе. В общем, я делаю вот эту заготовочку, чтобы вам показать, каким образом можно обработать тремя способами вот такую горловину. Так, ну, сейчас начну строчить и буду показывать. Девочки, значит, что я хочу сказать, я сейчас буду оверложить отдельно спинку и отдельно полочку, для того, чтобы здесь не было лишних утолщений. В принципе, можно было это все сшить и вместе про оверложить, но если мы собираемся делать косую бейку, то желательно, чтобы здесь не было лишних утолщений, поэтому я буду оверложить это отдельно. Вот эту оверложу другим цветом, видите, все равно не видно, да, старалась, чтобы видно было эта заготовка. Ну, вот этот вот мой четырехниточный оверлок, который я очень люблю. Вот. Сейчас. Вот еще обратите внимание, что я знаю, что некоторые очень много обрезают под оверлоком, но я не понимаю. Нет, я почти ничего не обрезаю. Вот я сделала, значит, отдельно. Видите, отдельно спинка, отдельно полочка. Это вот плечевой шов. Сейчас буду строчить и показывать, как я делаю обработку косой бейкой. Готовим косую бейку для того, чтобы обработать горловину. Вот. Это плотный атлас стрейч. Значит, четко под 45 градусов. Вот он, прямой угол моего стола. Отмеряем. С каждой стороны от угла, например, 25 сантиметров. Вот. Ну, это я для новичков все объясняю, потому что я поняла, что любая информация полезна, но вдруг кто-то не знает. Мало ли. Покажу на всякий случай. Так, пожалуйста, вот. Ну, и видите, здесь немножечко не... То есть по ниточке все подровняло, но, как видимо, видим, что, видимо, ткань перекошена немножко, так что следите за этим, чтобы был прямой угол. Так. Ну, достаточно трех с половиной сантиметров для нашей бейки. Ну, можно было бы и чуть шире, но пока что давайте на традиционной ширине тренироваться. Мне иногда для декора требуется более широкая бейка. Но когда появится у вас навык, то вам можно будет и широкую, и даже шире бейку делать косую по горловине. Ну, или где-то в других местах. Ну, и режем, естественно. Сейчас я это вырежу, и будем уже строчить на машинке сразу. Девочки, прежде всего я хочу показать, как я обрабатываю вот эту прорежку на спинке. Вот так. Тоже в данном случае косой бейкой. Для того, чтобы обработать мою лавину и закончить вот здесь косую бейку петелькой, сначала надо обработать вот эту прорежку. Берем косую бейку коротенькую, коротенькую. Так. Так. Ну, смотрите, чтобы она одинаково растягивалась, я нахожу середину этой бейки, которую мы отрезали. Вот такой, который у меня остался. Обратите внимание. Я с двух сторон делаю надсечку ровненько, ровняю, чтобы она не перекашивалась нигде. То есть, то есть, вот здесь, здесь, вот таким образом я делаю надсечку. Вот, на угол. Вот, на угол. Где-то, но это будет где-то, это будет где-то полсантиметра. Полсантиметра. Такая вот надсечка. Такая вот надсечка. И нам надо сделать так, чтобы это выглядело, как ровная линия. Ровная линия. Вот так вот. Значит, совмещаем. Значит, совмещаем. 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 Пугаетесь, это образец, это образец, для того, чтобы вам все показать. Скалываю. Скалываю. Вот таким образом я скалываю. Вот таким образом я скалываю. И начинаю строчить по изнанке. С середины. С середины. Ну, я уже научилась сначала, но для того, чтобы наработать вот этот навык, вот этот навык, начинайте так, начинайте так. Так, опять слепое придется. Ладно, так, смотрите, смотрите. Здесь очень важно излишне не натягивать косую бейку. Даже лучше натягивать основу немножечко. Все это должно без напряжения идти. Напряжение идти. Видите, она так мягко ложится. Но надо следить, чтобы нижняя часть, то есть основа не собиралась. Это очень важно. Так, ну здесь строчим на два с половиной, на три. У закрепочку, естественно. Теперь обратите внимание, для того, чтобы было одинаковое натяжение, чтобы ничто нигде не перекашивалось. Вот смотрите. Вот смотрите. Сколько у нас здесь получилось. Должно остаться одинаковое расстояние. Так, чтобы это были одинаковые кусочки. Так, вот здесь делаю надсечку. Стало быть. Здесь начинаем строчить, вот отсюда, с этой надсечки. Ну, аналогично строчим. Ну, аналогично строчим. Так, я буду стараться быстро это делать, потому что перематывать мы пока не научились. Так, еще раз напоминаю, без лишнего напряжения. Если бы это был тонкий шифот, я бы, конечно, наверное, проклеила даже в этом месте. Ну, для того, чтобы было укреплено все. Вот. Вот, стремимся к ровной линии. Стремимся к ровной линии. Так. Так. Вот это место очень важно. Очень важно. Билаем надсечку. Билаем надсечку. Убираем. Убираем. Смотрим, что у нас получилось. Вообще не пренебрегайте тем, что вы прострочили и полюбовались. И, возможно, что-то вам не понравится, и вы можете все откорректировать. Видите, вот немножечко зашел сюда. Немножечко зашел сюда. Надо будет это вот. Надо будет один стежок. Один стежок. Так, вот ровная линия. Вот ровная линия получилась. Заклеточка. Заклеточка, и здесь тоже. Вот обратите внимание. Вот обратите внимание. Так. Значит, что мы делаем теперь? Что мы делаем теперь? Отворачиваем. Это уже у нас лицевая сторона. Это уже у нас лицевая сторона. Вот смотрите. Ничего я там предварительно не заутюживала. Не заутюживала. Вот начинаем теперь строчить уже нашу декоративную строчку. Здесь можно уже и на 3,5 или на 4. А строчечка будет ровная. Она будет служить декором. Я примеры приводила. Я примеры приводила. Можете в инстаграме посмотреть, как это смотрится. И на шифоне, и на сеточке, и на плотных тканях. Это смотрится красивой не просто бейкой, а красивым декором. То есть не только функциональная. То есть не только функциональная. Давайте шерестим. Давайте шерестим. Вот это красиво смотрелось. И нагляднее вам показать. О боже, что ж такое. О боже, что ж такое. Останно 3,5. Так, вот обратите внимание. Та стечка, та стечка, та стечка, та стечка, та стечка, которую изначально я делала. Видите, как они сейчас поможут. Вот сейчас поможут. Вот он мой ориентир. Вот загинаем вот здесь. Загинаем вот здесь. Вот. Вот так вот помогаем себе. Помогаем себе. Я вам показываю принципы. Я не переглядываюсь к полосочкам. Я не переглядываюсь к полосочкам. Я не буду показать принципы. Как это делать. Как это делать. Если мне образец, а изделие, то я, конечно, обращала внимание очень на эти полосочки, чтобы все это было четко, ровно. Не могу я ближе приблизиться, чтобы разлиться. Я не знаю, насколько ровная строчка получается. Верьте мне на слово. Верьте мне на слово. Так. Так. Если вы научитесь этому, вы сэкономите массу времени. Увидите этого приспособления нет, на котором надо помогать себе. Утюжить. Утюжить. Здесь уже надо натягивать. Здесь уже надо натягивать. Все. Когда вы натягиваете, она ровнее ложится. вот ориентируем ориентируем ся таким образом и надо отутюжить это все видите а если уже отложить и потом этот уголочек застрочить это наша прорежка наша прорежка будет готова девочки утюжу таким образом сделала чтобы это было нагляднее просто для вас вот и здесь вот само собой здесь будет видно как оформить вот этот уголок сейчас видите вот она отутюженная сейчас уголочек оформим вот это вот прорежка будет готова уголочек можно оформить по разному сейчас я вам покажу как вот мы обработали этот разрез косой бейкой теперь надо оформить вот этот вот край значит смотрите можно таким образом видите как вот получится красиво если нам удастся здесь аккуратно пришить ну вот так вот отворачиваем здесь само собой разумеется вот так вот выглядит вот это все мы скалываем опять же скалываем приготовила я булавочку но в общем выскорите булавочку а я покажу сразу вот тут вот логично все есть и вот внимательно рассмотреть что и как строчим смотрим шут центр совпал и мало перекосов таким образом вот видите теперь вот строчим прям по по границе вот этой вот уже мелким стежком опять же закрепочка вот что у нас получилось обратите внимание вот это можно оставить особенно на хлопковых вещах вот таком виде можно и оставить заутюжить красиво это будет вот такой декор но можно и на уголочек более традиционным методом сделать девочки это один способ я вам показала теперь хочу показать на уголочек какой способ ну вот для того чтобы ну со временем вы это научитесь делать без линеечки но для того чтобы себя подстраховать давайте сделаем вот так вот нарисуем видно я надеюсь голубым мелком специально сделала я так вот теперь на уголочек будем застрачивать все это если беечка не такая широкая как я вам показала уже то это получится изящнее но я вам показываю принцип а там вам решать уже то есть изящно или вот так вот грубо это уже по ситуации по фасону по ткани уже говорила на джинсовых вещах вообще допустимы всякие не традиционные не классические обработки то есть можете там изощряться как душе угодно ну вот посмотрите еще можно вот вот таким образом на уголочек вот тут вот чуть-чуть то есть я вам показываю принцип пить и уголком застрочена можно было даже еще глубже был бы лучше уголочек ну вот то есть вы складываете то что у вас получилось чертите здесь ровненько вот и потом утяжите таким образом вот получилось видите так такое вот получилось чуть-чуть овальное получилось но можно сделать его и остреньким ну вот один способ я вам показала то есть вы обратили внимание что я ничего не утяжу отрезала и обрабатываю теперь я покажу как это все будет выглядеть уже по горловине полностью это пока прорежка была сейчас будем оформлять горловину тоже косой бейкой так девочки теперь приступаем к обработке именно горловины косой бейкой значит я сразу скажу что обязательно прокладывай стабилизирующий шов так ближе ближе к горловине просто строчу на 2 и 4 можно на 2 и 6 ну если это сетка была бы я бы конечно не строчила как на сетке невозможно строчить там можно проклеить полосочкой дюблерина а потом прострочить можно так проклеить что не надо потом строчить то есть учитывая уже растяжимость вот а теперь как я буду пристрачивать репс ой косую бейку мы все в реальном времени с ним чтобы вы обратили внимание сколько это занимает времени вот поскольку я собираюсь сделать на конце петельку я это сразу учитываю вот на петельку оставляю вот приблизительно вот так вот поскольку она растягивается немножко имейте ввиду вот это наша петелечка будет вот здесь она подогнется стало быть вот это вот расстояние мы сразу отмечаем опять же имейте ввиду что надо вот себе такие метки ставить которые вас будут ориентировать так ну а с этой стороны будет подгибка подгибка второго конца косой бейки тоже это где-то вот так вот а полтора сантиметра чтобы аккуратненько получилось так теперь все остальное делим пополам это будет центр полочки центр горловины опять же делаем вот так складываем чтобы ровненько было делаем эти надсечки можно еще для того чтобы было больше возможности себя проверять можно еще вот здесь вот приблизительно плечевой шов приблизительно но все равно это будет ориентир вы будете себя проверять нет ли не перекашивается ли вот так раз чуть-чуть и так здесь я тороплюсь не надо торопиться я тороплюсь чтобы все успеть вам торопиться не надо вот эти вот детальки они очень важны для аккуратности вот и начинаем строчить с центра начинаем строчить с изнанки вот она изнанка наша перекладываем косую бейку надо проверить там ли я сделала чтобы вот нет вот так вот надо здесь у нас будет петелечка так опять же проверяем себя вот он центр и начинаем строчить тут центр с центром так вот обратите внимание уже когда я строчу здесь проложена стабилизационная это вот от строчка про строчка вот здесь уже я немножечко немножечко подтягиваю так комфортно скажу комфортно чтобы это было чтобы не сильно натягивалась но все равно все таки натягивалась вот обратите внимание мы подходим к этой надсечки да вот мы должны когда будем строчить обратную сторону мы должны учитывать что это надсечка с той стороны должна быть вот на этом же уровне чтоб половинки горловины были одинаковыми так вот видите на глаз отрезала прям тютелечка в тютелечку прям совсем в тютелечку так вот 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 смотрите немножечко подтягиваем я сейчас вот покажу насколько мы это все подтягиваем вот видите как вот вот не больше не меньше вот так слегка теперь обратите внимание где закончилась наша бейка вот она здесь закончился наша метка и где-то около сантиметра раньше закончилась имейте ввиду что с этой же стороны мы должны это учесть то есть наша меточка была здесь вот мы и складываем вот где закончилась вот и тут же мы делаем для себя меточку чтобы теперь мы будем начинать строчить вот отсюда то есть вот это вот меточка так строчим уже отсюда и и обращаем внимание на наши маячки я их называю маячками чтобы все везде совпадало здесь обращаем внимание что было аккуратно чтобы ничего не сползло так вот обратите внимание вот где-то на этом уровне не где-то четко надо узнать на этом уровне должна быть вот это вот меточка вот складываем складываем вот 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 еще чуть чуть вот так это совпало и и и это совпало вот совпали швы совпали метки обратите внимание на этой стороне они сверху можно показать вот смотрите вот швы совпали вот они швы и вот они метки это все должно совпасть тогда будет гарантия того что веечка нигде не будет перекошено вот надо сколоть достал видите бисерную иголку достал так ну неважно это вообще не скалываю но для вас скалю так значит вот строчим теперь строчим строчим также здесь уже видно сколько натянута все это но вы обратили внимание что да я ничего не заутеживала предварительно на этой косой бейки не вдвое никак я сразу ее отрезала точно под 45 градусов и сразу начала пришивать но сейчас скажу зачем два раза повторять но повторение мать учения но следите что все ровненько было я сейчас в отдалении от машинки не контролирую шов потому что что было удобно снимать но вы за всем за этим следите чтобы все было ровненько на ширину четко на ширину лапки все это шло так вот вот здесь чтоб не было никаких заломчиков так там у меня ничего не убежало да все так девочки значит вот мы пристрочили по изнанке мать и мальчики мой как же можно ни в коем случае не обижу мальчиков так вот посмотрите вот изнанка вот лицо видите шов желательно вот в разлет я сказала почему чтобы было вот здесь вот аккуратно не было никаких утолщений что беечка красиво легла здесь в разлет я сделаю но бывает так что ткань тонкая вполне допустимо и вместе вот плечевой шов провер ложить так теперь девочки и мальчики скалываем вот этот центр чтобы здесь не было никаких накладывать видите вот вслепую строчила немножечко съехала так это можно вот так поправить я же вам принцип показываю но насколько аккуратно это получается вы можете на карте на фотографиях убить так вот смотрите скалываем вот наши надсечки должны здесь совпасть вот они должны совпасть это центр полочки так загибаем вот так вот делаем опять же скалываем аккуратненько дело в том что я не скалываю я просто рукой придерживаю вы скалывайте по первости скалывайте потом научитесь будете делать быстро так теперь значит что остается теперь будем сразу делать нашу петелечку я предчувствую как мне в директе будут красивые петелечки на этой неделе красивые обработки это будет меня радовать настраивать чтобы я и дальше старалась смотрите вот мы немножечко уже ее делаем петелечку чем основная будет бейка вот так вот чуть-чуть видите вот так вот я сложил него так а чуть-чуть с напуском чтобы она была чуть поизящнее вот опять же следите за метками чтобы они совпадали оттянули немножечко вот так вот так и теперь начинаем строчить режиме реального времени конечно же надо себя приучать сразу обрезать лишние нитки тоже чтоб не возникало больше никаких проблем так помогаем себе отталкиваем так вот здесь надо следить пальцами вы должны ощущать вот эти все перекосы возможно и вовремя 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 исправляться вот смотрим надсечки совпарим пальцем фиксируя это место здесь нитки другого цвета чтобы было более видно строчку но надеюсь и так будет видно дальше опять же пальцами ощущаете и возможно вот сейчас ткань лежит не с той стороны как привычно но я могу и сто и с этой иногда мне так удобнее надо себя тренировать чтобы с любой стороны у вас получалось ровно то есть иногда так делаете иногда обратно со временем у вас будет получаться виртуозно вот здесь опять у нас есть маячок надсечка вот так мы совмещаем держим здесь поправляем так вот опять же тупым спарывателем ой 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 что-то пошло не так потому что я видите далеко сижу чтобы была возможность снимать еще покажу вам один способ там не подворачивается косая бейка там делается красивый оверложный шов четырех ниточный если есть возможность полупрозрачными нитками он просто получается очень красивый и его не грех с изнанки показать это если ткань плотная достаточно из нее же делается косая бейка для того чтобы она получилась не слишком выпуклой грубой можно делать вот таким образом я вам покажу еще этот способ и покажу как делать трикотажная бейка на трикотажных изделиях или не на трикотажных изделиях тоже может быть в качестве декора бейка отделка из трикотажа там же режется не по диагонали а режется по утку по самой растяживой стороне так ну вот здесь бывают разные варианты как обработать я предпочитаю обрабатывать не вот здесь вот закладывать вот этот вот излишек ленты а все-таки до строчить аккуратненько вот здесь надо сделать небольшую закрепку на самом конце и дальше прострочить этот излишек вот я все-таки предпочитаю так делать потом я это заверну вот таким образом здесь будет пуговица да вот так вот дважды отрежу еще немножечко это руками можно сделать если не получается на машинке аккуратно то есть вот таким образом я сделаю вот смотрите вот я предпочитаю делать так возможно по технологии это неправильно но мне так больше нравится вот так но сейчас мы это все разутюжим я вам покажу готовый результат я от утюжила эту бечку вот эти ниточки надо будет убрать это вот потому что я мне не было возможности сидеть удобно так предположим не будем время терять вот смотрите я от утюжила получилось вот у нас такая обработка косой бейкой чуть-чуть видите перекосилась опять же ну это издержки так сказать съемок вот смотрите такая вот бечка то есть ну то что я не утюжу изначально я вам показала что это можно сразу делать вот здесь аккуратненько получилось вот и здесь теперь петелечка каким образом делается вот я вот так вот нужно и нужный размер петелечки смотря как какой там предусмотрен вот таким образом ведь и вот измеряем сколько мне здесь надо чтобы подогнуть аккуратно вот так обрезаем и вот таким образом подгибаем чтобы это потом превратилась вот с такую петелечку сейчас я это сделаю режет глаз конечно что нитка такая но все для съемки я вам показываю данном случае принцип это что можно сэкономить время не делать лишних операций то есть вот так вот мы делаем эти как и это будет прятаться вот таким образом ну а здесь при желании можно и прострочить аккуратненько можно и руками это все сделать вот пожалуйста получается вот такая петелька то есть петелька как продолжение косой бейки ну вот обратите внимание вот у нас получилось такая петелька потом ее можно заутюжить вот с изнанки она выглядит вот так но если аккуратно это сделать будет она выглядеть идеально так насколько это времени за ним занимает я не засекала но вы поняли что надо ничего заутюживать предварительно еще второй вот способ но тут уже я не стала делать заготовку полностью я вам просто покажу вот такой вот горловины предположим вот такой формы и теперь обработаем ее косой бейкой ну с учетом того что предполагается что здесь ткань плотная и если обрабатывать вот таким образом это будет слишком грубо то есть толстая вот это вот место будет грубое и поэтому возможно сделать еще такой вариант смотрите тут уже режется косая бейка уже где-то на 7 миллиметров чем вот это потому что тут предполагается что будет не дважды заворачиваться а вот только как это сказать полтора раза до однажды но вот я сейчас вам покажу каким образом это видите здесь сделан оверлок четырех ниточный оверлок полупрозрачными нитками я вам покажу что это за нитки вот они так выглядят они бывают разного цвета но в данном случае бешен идеально подходит под вот эту вот отделку косую бейку это атлас стрейч вот еще я вам хочу сказать для косой бейки вот в данном случае атлас но я вообще-то если был бы выбор предпочла бы не не стрейч атлас а просто атлас потому что там косая бейка получается идеально поскольку здесь есть все таки растяжимость и она получается не однородная поскольку по диагонали режется там тянется в одну сторону поэтому вот такие вот погрешности возможны но если это все учитывать и помогать себе пальцами то можно добиться идеала вот как вот здесь например где в самом конце идеально да получилось или это в самом начале дальше уже немножечко перекос пошел в изделии я бы конечно добилась идеальности так идеала так вот смотрите теперь такой способ вот опять же здесь должен быть стабилизационный шов обязательно но я его сейчас не делаю не будем тратить время для этого я вам покажу просто принцип как может выглядеть еще одна обработка косой бейкой на плотных тканях из плотной косой бейки так прострочили завернули таким образом то есть я хочу сказать если красивый оверлок его не надо стесняться с изнанки то есть это вполне мне кажется достойная обработка не знаю делает кто-то так или не делает предлагают это но я бы и я бы делала и делала я все видите зависит насколько красивый оверлок а если вы будете его делать из полупрозрачных нитей четырех ниточный он будет красиво вот пожалуйста вот пожалуйста вот красивый есть оверлок но если этот от утюжиться это будет очень красиво но если нитка естественно будет цвета не вот это вот серые для демонстрации здесь идеально и здесь будет красиво я думаю что вполне допустимо но сейчас еще два способа покажу вам теперь хочу показать вам способ обработки не косой бейкой а бейкой отрезанный по утку из данном случае это вискоза до вискоза и на подкладку и беру стрейч вот видите вот она тянется тянется она в меру я бы сказала бывает и сильнее тянется так вот смотрите тот же способ опять же ничего я не заутюживаю сразу строчу это с изнанки я строчу отрезана на три с половиной сантиметра но можно 4 смотря какая там как вы хотите отделать тоже стабилизационный шов обязательно но по всем округлым срезом я делаю стабилизационный шов чтобы потом не торчало это все как моя бабушка говорила коры там не стояла горловина так ну вот прострочили и вот так также точно дважды тут я меток не делаю я уже вам на первом образце показала что надо делать метки чтобы вы имели возможность себя проверять так булавочка нет под руку можно было чуть уж и мне внучок нарезал бег чтобы я не тратила на это свое время вот так вот аккуратненько то есть это должна быть стрейч ткань обязательно а основная то есть бейка должна быть из стрейч ткани это даже может быть крепдышин не может быть а шифон я так делаю шифон стрейч крепдышин использую для этих целей для внутренней обработки я так делаю то есть не по косой и даже круглые срезы ну ровно это среза понятное дело и вообще не проблема обработать так а вот я хочу показать что и округлые срезы вполне можно так обрабатывать потом отутюжить тщательно опять ничего предварительно не заутюжу не использую никаких приспособлений для этого утюга это все время это все электроэнергия а это вот такой вот экономный способ вот пожалуйста ну вот сейчас я тут уже вам покажу результат я отутюжила это та бейка которая с оверлоком вот обратите внимание так изнанка ее выглядит оверлок этот наш вполне по моему симпатично и вот лицо вот она вот если бы это было предположим плотная ткань то ее можно было бы обработать тоже атласной косой бейкой 0 не подворачивая не 4 тут слоя получается три слоя все-таки для плотных тканей это существенно вот а вот этот способ который я вам показала последним там где бейка режется по утку из растяжимой ткани вот он вот пожалуйста но чуть уже должна была бы бейка можно было бы это сделать по изящнее со временем у вас получится вообще тончайшую делать бейку таким же образом без спешки но пробуйте пробуйте и последний способ наверное какой я вспомнила для этого видео это вот трикотаж то есть можно трикотажной бейкой которая режется тоже по утку есть так в трикотаже можно назвать видите такая растяжимое более растяжимая сторона тут вязка тут вот видите идет вот так вот то есть тоже поперечно порезанная бейка трикотаж может быть это и не трикотаж но отделан трикотажной бейкой тоже такой же способ можно делать и с оверлоком если это верлок достойно выглядит из таких хороших тканей то есть он выглядит с изнанки как можно сказать декор опять же стабилизационный шоу и будем сейчас дважды подворачивать но и я скажу что и можно с оверлоком один раз подвернуть это тоже будет красиво так вот сейчас сяду хоть чуток поудобнее тут можно строчку чуть уже сделать тут очень важно чувствовать вот это натяжение очень важно слегка слегка оттягиваем бейку видите тут я поворачиваю основу не бейку а стол стараюсь так показываю подробно девочки что судя по комментариям это важно для новичков что нам кажется как бы само собой разумеющимся оказывается что для новичков это крайне важно поэтому я показываю так подробно понятно что профи не интересно будет смотреть принципе но для новичков постараемся вот теперь надо следить тут легко следить чтобы не перекрашивались вот эти вот продольная вязка это так знаете как я вам половину покажу таким образом дважды поворачивать заворачиваю вот пожалуйста вот так вот дважды опять же тут легко себя проверить даже без насечек то есть вы должны чувствовать что вязка не перекрашивается так здесь уже не надо нам так вот а теперь оттягиваем полностью этот шовчик для того чтобы здесь ровненько получилось то есть мы ему уже не навредим там стабилизационный шов так вот до середины я вам покажу вот этот метод вот видите вы можете следить чтобы здесь ровно шло чтобы вот этот метод до середины я вам показала и как это выглядит а вот утюжиться это будет вообще чудесно выглядеть вот смотрите на трикотажных изделиях очень аккуратно получится все это обработать а про уже про утюжиться будет вообще великолепно так а теперь значит а вторую сторону я покажу как это было бы если бы не было здесь не два раза подворачивали а был бы оверлок вот так же если это чуть плотнее трикотажа здесь достаточно плотный трикотаж жерси то можно вот таким образом но здесь я знаете как я уже буду строчить не по бейке а буду строчить вот в этом в этой канавке между бейкой и основой вот старайтесь попадать в канавку хотя можно конечно и побейки строчить но иногда если вы довольны вот этим этой строчкой чтобы она выглядела как отделочная строчка чтобы это украшала а не только для функционала использовалась вот вы можете строчите поверху но можно строчить если вы не уверены в своей строчке что она будет выглядеть достойно то вы можете строчить и воду по этому каналу вот вот внутри сейчас это видно вот обратите внимание вот-вот прострочила я вот здесь вот и от утюжиться его не будет видно что нитка контрастная можно сказать поэтому видно а так если в нитка в тон то его не будет видно а выглядит все равно достойно а с изнанки это будет выглядеть вот так вот но с оверлоком с красивым оверложным швом ну вот вот сейчас можно от утюжить а можно время не тратить поверьте мне на слово будет красиво вот показала и он сколько раз два три где-то еще один способ 4 вот этот первый который с петелькой 4 способа как можно бейкой обрабатывать горловину или горловину здесь можно другие детали тоже так обрабатывать внутренние швы можно так обрабатывать но не трикотажем а косой бейкой и стрейч но это может быть вискоза это может быть шифон это может быть крепдышин вот мой самый любимый это крепдышин стрейч или крепдышин который не стричь но он все равно мягкий такой комфортный податливый и можно обрабатывать внутренние швы потом я частенько обрабатываю обтачку горловины по спинке вещах с подкладкой но на бомберах я так делаю я покажу образцы обработки косой бикой деталей подкладки в конце ролика всего доброго пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok